Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии гость Николай Сергеевич Лапин, один из ведущих научных сотрудников Института истории государства, автор нескольких книг, монографий, сборников по истории Казахстана, специалист по 18-19 векам по присоединению Казахстана к России. И сегодня у нас речь пойдет о такой дате, 200 лет назад, согласно реформам 1822 года, в Казахстане был ликвидирован институт ханской власти. Так это, Николай? Ну, фактически, да, мы можем говорить с 1822 года, российская империя издается в этот период, точнее, если мы говорим о сегодняшних реалиях, это будет август 1822 года, тогда это было 22 июля, если быть определенно точным. Издается устав специальный, да, он опубликован, он доступен, подписываю тогдашним императором Александром Первым устав, как он назывался в той редакции, устав о сибирских киргизах, то есть о казахах, которые административно относились к сибирскому ведомству, об этом речь идет, в соответствии с которым, то есть, ханская власть ликвидировалась. Нужно отметить, что к тому моменту ханов, действующих на тот момент уже не было, то есть хан Уолис, известный, который правил практически 40 лет... Потомок Аблай-хана. Да, да, совершенно верно, потомок Аблай-хана. Кроме того, там были и другие правители, хан Букея, они к тому моменту уже умерли, то есть, и как раз с этим моментом, можно сказать, практически... То есть, ханы новые не назначались, вот это межвремени, как бы, поэтому 22-й год принимается решение, такое, в политическом смысле, как бы, принципиальное решение, что вот все, ханская власть, в тех казахских землях, которые подчинены России, и на тот момент еще не вся казахская земля была подчинена, либо полностью, либо частично только подчинена. Так вот, в тех регионах, которые были подчинены, ханская власть ликвидируется. То есть, больше хана не назначаются. Но претенденты-то были? Ну, чингизиды, они есть и были уже, ну, много-много столетий. И сейчас есть и династия того же хана Аблая, потомки Аблая. Ну, собственно, мы можем сказать, что одним из таких, ну, результатов даже вот введения, не принятия, а уже введения реализации вот этой самой реформы 22-го года, когда целая серия восстаний, в том числе, самое такое масштабное, наверное, восстание Кенесары Касыма, самый известный, как раз, вот потомок Аблая хана, это вот, ну, тоже показатель того, что не все чингизиды, хотя часть чингизидов была, приняла этой реформы, потому что они были включены в эту реформу, там, об этом я, наверное, чуть позже более подробнее расскажу. Ну, вот отец Кенесары, Касым Султан, да? Да, совершенно верно, да. Вот он, например, был реальным президентом на престол. Можно так сказать? Ну, дело в том, что особенность престоловного наследия, собственно, в Казахской степи, она имеет такую очень давнюю евразийскую традицию, то есть там претендовал или имел право на престол, то есть там была такая специфика атлетичная, например, вот европейского подхода, где там по нисходящей строгой линии, там весь правящий дом имел право на престол, то есть все правившие, то есть все относившиеся к дому Чингисхана, то есть прямые потомки Чингисхана, они фактически были абсолютно легитимны. Ну, прям про всех, наверное, все-таки династийный же, да? Сыну Вали Хана Губайдула, кажется, да? Если я не ошибаюсь. Ну, да, он пытался, и даже на какое-то время был легитимизирован со стороны цинского правительства, мы тоже знаем, такой прецедент был. Мы должны говорить о том, что ликвидация ханской власти на тот момент происходила с внешней позиции, то есть для казахов, или, по крайней мере, для части казахов, ханская власть, она как была, так и оставалась. Лидеры уходили, лидеры менялись. Тем более мы тут тоже не должны абсолютизировать и семью Аблая, потому что династии, на самом деле, до этого были семьяки хана, серьезная была династия, до этого Тауке хана были известны представители, очень крепко держались, например, в младшем жузе потомки Абулхаир хана, то есть это тоже были живые потомки еще известного, очень почитаемого всеми казахами Тауке хана. И даже назначение Буке хана в восточной части среднего жуза, например, он один из потомков, которым Тауке ханов являлся. Совершенно верно, да, то есть, ну, чингизиды были, чингизиды присутствовали, да. То есть, здесь, если говорить хронологически, собственно, о 22-м годе, непосредственно 1822-м годе, это, скажем так, было объявлено намерение, да. То есть процесс, на самом деле, он затянулся, особенно если мы возьмем в расчет как раз восстание Кенни-Серкаса, которое само по себе было довольно продолжительно, там до почти 40-х, да, совершенно, там до 47-го года, ну, можно сказать, до конца 40-х годов 19-го столетия продолжалось, или до середины 19-го столетия. То есть, вот этот процесс отмена, он тоже происходил не очень просто, тем более, что Кенни-Серкаса в 40-х годах и был провозглашен ханом. Но без признания со стороны российской. Без признания, конечно же, да. Ну, вот здесь дилемм, нет, ну, он признавался там, в том-то и дело, что в политическом, в административном смысле, несмотря даже на проведенные и проводимые реформы, они вот, на самом деле, практически перманентные в течение 19-го столетия были, то есть реформы 1822-го года, чем они важны, это как бы такой вот отправной во многом момент по административной интеграции казахских земель. То есть, это действительно такая веха. Вот с этого момента в Российской империи, ну, начинают предпринимать конкретные уже шаги по закреплению в казахских земель за Российской империей, за интеграцией казахских земель, за окончательное присоединение, потому что на тот момент контроль был в большей части, конечно, в приграничных регионах, а степная часть, ну, даже само восстание показало, что вот центральная часть, степная часть, она довольно слабо контролировалась со стороны Российской империи. Кроме того, там были, конечно, и внешнеполитические факторы. Середина 18-го века — это восход Каканского ханства, которое значительная часть современной Южного Казахстана. Территория старшего. Да, 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 совершенно верно. То есть, и время такое особенное было, оно насыщенное было для истории Казахстана, то есть, поэтому и реформы, они тоже, ну, с этим временем совпали, тоже внесли свою такую особенность, что ли. Ну, вот, Николай, давайте посмотрим. Это же не первая попытка ликвидации института ханской власти. До этого она уже предпринималась ранее, да, в реформах обороны Игельстрома, вот, когда по итогам восстания Стрима-Датулы была ликвидация ханской власти в младшем жизни. Ну, действительно, то есть, здесь сразу, чтобы несколько расширить и внести, что ли, и ясность, ведь когда мы говорим или сосредотачиваемся, или говорим школьным текстом о ликвидации ханской власти, казацкое общество и казацкая история, она существовала и с ханской властью, и вне ханской власти, и очень много написано о том, насколько казацкая элита противостояла с ханской властью. Были и слабые ханы, но при этом ханство существовало, и были успехи. Конечно, при сильной ханской власти, допустим, при том же, например, Абла, или в свое время при Абул-Хаире были определенные стилизации, но эти реформы, они, то, что там отменялся или ликвидировался институт ханской власти, это было только одним из самым видимым, самым понятным элементом, потому что это символ государственности, символ казахских земель, но это же целый комплекс мероприятий, целый комплекс реформ. Действительно, если мы говорим о попытке или первом опыте отстранения хана от власти и со стороны Российской империи, это действительно нужно будет отнести уже к концу 18-го столетия, как раз в годы восстания с Рима. Но тут тоже любопытный момент. Сама возможность отстранения, сама возможность политической коммуникации между Петербургом, ну или Оренбургом, если мы говорим, собственно, у местной власти, и казахской элиты, у которой реальная власть, это как раз опыт этого восстания и показал, что хан был ослаблен, речь идет о норолы хане, а наоборот правящая элита, там, бояулы, срымдатов и ряд других батыров, они оказали, что у них есть силы, военные силы, конечно, конечно, конечно. То есть оказывается, что коммуницировать, то есть взаимодействовать, договариваться, проще говоря, о безопасности, о проведении караванов, ну и так далее, и так далее, можно и, собственно, не всегда прибегая к власти ханов. То есть и в связи с этим как раз вот хан тогда был фактически отстранен, хотя титул он не был лишен, иногда в учебниках, в учебной литературе, в научной литературе пишут, что вот он все лишился своего титула, нет, он до конца своей жизни, хотя он в 86-м году еще был, сначала бежал на границу, потом был отправлен внутрь российской территории, но до конца жизни он писался ханом, подписывался и в российских документах, то есть к нему обращались тоже, собственно, как хану непосредственно, но позже, после его смерти, новая череда ханов избирается. Вот именно особенность 22-го года, тут я с вами соглашусь, что это как бы не на ровном месте, то есть это как бы предыстория определенно, конечно же, была, то есть определенно опыт как бы накапливался, тут безусловно. Почему вот это произошло? Ведь если посмотреть при Аблае Хане, и, собственно, и при его сыне Вали Хане, казахское ханство старалось маневрировать между российской империей и китайской сынской, получая как бы определенные привилегии как с той, так и с другой стороны, вот, таким образом, сдерживая как бы колониальные оползновения со стороны российских властей, в противорез показывая какой-то китайский фактор. Действительно, тут вот, ну, пресловутый вопрос личности истории, он, который с античных времен как бы обсуждается, он очень важен, то есть тот или иной правитель в тот или иной исторический период, вот, все ли он шаги предпринял для того, чтобы, ну, возвеличить себя, отстоять независимость и так далее. Но, тем не менее, есть и объективные факторы, которые, ну, так сказать, крайне сложно преодолеть. То есть, если мы говорим, например, о 18 веке и уже о первой четверти 19 века, ситуация, ну, скажем так, геополитическая, то есть, или международная ситуация в регионе, она значительно поменялась. Поменялись цели и задачи геополитических игроков той же Цинской империи и той же Российской империи. Если в 18 веке они в регионе были более такими острыми конкурентами, особенно после крушения джунгарского государства в середине 18 столетия, когда еще один был очень важный игрок, геополитическая ситуация резко изменилась, то в 19 столетии, в начале 19 столетия, мы знаем, Цинская империя, она переживала уже период спада, то есть уже скоро так называемые опиумные войны, уже фактически Цинская династия, Цинское китайское государство, оно начинает переживать не лучшие времена. Чем воспользовалась Российская империя. В 19 столетии, опять же, если вспомним, это недавно завершившаяся Отечественная война, покорение Парижа, успехи в Европе, здесь наоборот новый подъем, и внешнеполитическая экспансия не только в Европе достигла своих определенных результатов, и постепенно начинает обращаться внимание уже на Центральную Азию. В 20-е годы еще внимание обращается, походы чуть позже организуются, там, Хивинский, сначала неудачный, там, и так далее. А уже к середине 18-го столетия, 19-го столетия, вот попытка присоединения не только казахской земной шире Средней Азии, то есть то, что называлось в древолюционной литературе Туркестан, то есть это уже становится прям такой явной целью, то есть присоединение новых территорий, формирование колониальной империи, но оно такое довольно четко начало читаться. То есть изменился внешнеполитический контекст, изменилась ситуация, то есть в казахском ханстве поменялись лидеры, все-таки лидеров масштаба, например, Абулхейр хана или того же Аблай хана. Да, мы говорим о том, что у Али хана его принято как бы недооценивать, но это на фоне отца, естественно, такое в исследовании происходит, но тем не менее человек, который около 40 лет находился у власти, тоже как бы... Нельзя недооценивать. Нельзя недооценивать. То же самое Нурлы хана, сын Абулхейр хана, да, он в политическом смысле был гораздо более слабой фигурой, но все-таки, опять же, около 40, практически там, ну, почти, можно сказать, 40 лет тоже находился у власти. Но находился у власти, опять же, благодаря чему? Известны документы, которые показывают о том, что, ну, не все его поданы, так сказать, были согласны с его образом, способом правления, не все были с ним согласны. То есть, буквально недавно, ну, относительно недавно было прекрасное интервью Хафизовой, Кларошей Султановной, как раз она говорила об эпохе Аблай хана, и вот она очень, ну, точнее, как бы не скажешь, в том плане, что проблема, как бы, не в Китае, которую она прекрасно изучает, знает, и не в Российской Америке. Эти факторы тоже непреодолимы, потому что все-таки технический, материальный потенциал у нас постоянно. Но и в том, что правители на том или ином периоде, даже Аблай хан в последние годы, уже со второй половины 70-х годов он начал терять определенные людские ресурсы, начал терять поддержку среди казахских родов, поэтому ситуация, она вот могла поменяться достаточно серьезно, в том числе внутри самого казахского ханства. Хорошо. Итак, для этих реформ 20-х годов при коллегии иностранных дел был создан Азиатский департамент. Все не так просто, не совсем. Азиатский департамент, как структурная единица, министерство иностранных дел, то есть в начале 19-го столетия в Российской империи, в государственном аппарате, происходят такие довольно серьезные масштабные изменения. Те же коллеги, например, превращаются в министерство. Это вот самое начало правления Александра Первого. Если вот зрители помнят, то есть 1801 год, то есть погибает переворот, убийство Павла Первого, императором становится его сын Александр Первый. Это вот своего рода произошел как бы разрыв такой или переход от старой, вот 18-го века, то, что при Екатерине складывалось, там при Петре складывалось, и начало формирования нового как бы нового стиля управления, новое администрирование в самом широком смысле. Как раз вот в том числе и те же министерства формируются. Если мы говорим об отношении или какие органы, кто способствовал, собственно, вот этому уставу, тут любопытно, но мы должны отметить, опять же, обратиться к роли личности в истории. Причем здесь в буквальном смысле. Дело в том, что реформами, непосредственно связанными с казахскими землями, занимался Сибирский комитет. Было такое специальное учреждение как бы сформировано, а создан он был, опять же, благодаря такому человеку, которого хорошо известен юристам, историкам права, да и тем, кто занимается историем государственной власти в Российской империи, в Европе. Это известный государственный деятель, как раз эпохи Петра, эпохи Александра Первой, эпохи он также застал и прославился еще, наверное, больше в эпоху Николая Первого, Михаил Спиранский. Михаил Михайлович Спиранский. Давайте поговорим о нем подробнее. Ну, несколько слов, да, наверное, тоже нужно сказать, потому что будет не очень понятно. Это один из таких наиболее ярких, может быть, администраторов эпохи Александра Первого. То есть, современники, даже говорю, вот там, среди современников ходил такой историографический анекдот, скорее всего, это байка, но, тем не менее, он в свое время, когда Александр Первый был на бесконечных встречах, в том числе с Наполеоном, вот там, в том числе, присутствовал его помощник, в качестве помощника сам Спиранский, и Наполеон, поговоривший с ним, говорил, что предложил Александру Первого обменять одно из своих королевств на вот Спиранского, чтобы он перешел к нему на службу. Ну, это, конечно, скорее всего, байка, но, тем не менее, показывает, что даже его противники признавали, что блестящее образование и потрясающая работоспособность, то есть, он там с утра до ночи, то есть, по там, 18-19 часов в сутки очень много писал, большое письменно на след, то есть, он документы различные и прочее, прочее, прочее. Выходится из простой семьи, его отец, если я не ошибаюсь, он был священником простым, то есть, и вот начинал семинарии и так далее, и так далее, но, вот, благодаря определенным талантам. В общем, ситуация сложная. Уникальная саморода. Ну, да, здесь тоже как раз ситуация. И так получилось, то есть, может быть, эти реформы были бы, произошли, наверняка они бы произошли, то есть, какие-то попытки, какие-то мероприятия, связанные с преобразованием, нацелены на то, чтобы еще больше привязать казахские земли к Российской империи, они бы произошли, но, наверное, это произошло бы позже, если бы не такой нюанс. Дело в том, что, вот, чем более блестящий человек, тем больше, соответственно, завистников, в конце концов, это все выливается в то, что Александр Первый вынужден его сослать в ссылку, он был лишен должностей, он был отправлен на Нижегородчину, потом в свое имение, потом через какое-то время он был назначен в Пензу губернатором, и в 1819 году Александр Первый дает ему шанс реабилитироваться и отправляет генерал-губернатором в Сибирь. Это фактически та же самая ссылка, потому что Сибирь на тот момент, чтобы тоже зрители представляли, это Сибирь 19-го столетия, которая от Урала и до Дальнего Востока, и даже в административном смысле, то есть, опять же, там было три губерния гигантских, центр столицы Сибирьского генерал-губернатора была в Иркутске, то есть, вот, Спиранский проехал всю эту территорию, в Тобойске побывал, в Иркутске, был он здесь всего лишь пару лет, но вот его кепучая, как бы, деятельность, ему сначала было поручено провести своего рода ревизию, посмотреть, что здесь, а позже, и тогда же он назначается генерал-губернатором, и, так как он, наконец-то, император развязывает ему руки, дает шанс, так сказать, себя показать, и он предпринимает такие, по масштабу фантастические усилия, там речь идет, на самом деле, почему эта реформа, она, как бы, постоянно они, или часто, как бы, говорят, или она на слуху, потому что она стала в череду целого ряда реформ, уставов, если мы откроем полное собрание законов Российской империи, вот это 22 июля, когда был подписан этот устав, вместе с ним еще несколько уставов было подписано в одно и то же время, которые... Около 19 уставов, по-моему. Ну, там около десятка было уставов подписано, которые касались управления сибирской, ну, гигантской, которая на несколько миллионов квадратных километров сибирской генерал-губернаторской разделилась на две части, разделялась западно-сибирская, восточная сибирская, но нам более известна западно-сибирская с управлением в Омске, но это уже при этом масштабе, это всего лишь половина, как бы, условно, от той, что досталось в свое время в Спиранском, в том числе им были, а он все-таки правед-юрист, вот как раз вот он был известен, если кто читал его труды, он как раз преобразование России, ну, помню даже декабристы, которые восстали в свое время, они президентом Российской Республики предлагали, вот это удивительно, он монархист с одной стороны, с другой стороны, и образованная часть общества видела его в лице, так сказать, первого руководителя, то есть, как бы, демократически, потому что он много писал, много говорил о государственных преобразованиях, то есть, как управление, вот вся вот эта вертикаль, сверху Дональдс, что называется, у него было много проектов, и к тому моменту у него он уже был в солидном, серьезном возрасте, с огромным государственным опытом, прошел, так сказать, все, что называется, инстанции, и видя, а это все-таки еще было более архаичное такое управление, то, что я говорил, досталось еще с 18-го столетия, а ситуация уже изменилась, и необходимо было предпринимать шаги по реорганизации, в том числе, вот как раз по управлению и взаимоотношению с казахами, почему, потому что казахский регион тогда тоже занимал довольно важную роль, находясь на внешних рубежах Сибири, то есть, что называется, то есть, фактически, казахские земли были пограничными, и это придавало, как бы, особое значение, поэтому был отдельный специальный, как бы, устав по управлению казахами принят. Он подает, вот, целую-целую серию этих уставов, они согласовываются, они принимаются, он уже, кстати, он весной уже отзывается из Сибири, когда этот устав был подписан, его уже в Сибири не было, то есть, он буквально непродолжительное время там находился. Ну, тем не менее, автор, разработчик. Ну, да, один из, там, разработчик был, ну, известный после этого декабристом Ботинков и так далее, да, они известные, просвещенные, образованные люди того времени, вот, это масштабный документ, нескольких десятков страниц, в отличие от, например, если мы говорим о реформах Элистрома, там не было такого, как бы, цельного документа, что вот, как брошюру взял и читаешь, то есть, это, тогда были отдельные документы, здесь это уже принимается отдельный устав, а император в июле, тогда это июль 22-го года подписывает, устав вводит, соответственно, действие, и вот с этого момента можно начинать своего рода отчет, но это в таком, как бы, правовом смысле. Население в 22-м году ни в июле, ни в августе, ни чуть позже, сразу еще ничего не почувствовала. Почему? Потому что устав, он, все-таки человек был с государственным, так сказать, опытом определенным, он предполагал, как бы, размеренность, то есть, постепенность внедрения. Какие задачи были поставлены, для чего устав этот внедрился? Спиранский, как такой главный соавтор, ну и, собственно, российские власти в широком смысле, потому что это все-таки не один человек принимает, то есть, необходимо было упорядочить в целом вообще систему управления. Обширность региона, неурегулированность взаимоотношений, потому что, мы знаем, там были военные линии, то есть, развивалась приграничная торговля, некоторые регионы, попытка наконец-то интегрировать, присоединить регионы, потому что ситуация была, например, с казахами Сибири или с казахами среднего жуза не очень понятна. С одной стороны, в поданстве, но с другой стороны, ни налогов, например, казахи не платили ни военной службы, ни исполняли, то есть, поданной, то ли поданной, то ли не поданной. Ни прав, ни обязанностей, ни ответственности. Контроль был только на то, что называлось на прилинейными, то есть, те, которые прилегали их границы. Там любопытность, кто почитает устав, повторюсь, он в свободном доступе. В известной книге Левшина, кстати, любой историк знает, это такая хрестоматия по историкам. Он, кстати, опубликал тоже этот устав в полном объеме, считал, что это очень важно. Ну, это, да, и было, прям, и отдельно этот документ можно посмотреть. Так вот, и там вопрос, как бы, звучал о государственной границе. Тогда тоже было, даже сам Спиранский, если вот посмотрите, там некое такое, то есть, государственные границы, вроде бы, они за казахи, то есть, казахи присоединены, но по факту говорится о том, что вдоль Петропавловска, там, Усть-Каменогорска и так далее, то есть, и вот эта как раз ситуация, то есть, нужна была юридическая такая база, правовая база для того, чтобы можно было уже говорить о присоединении, собственно, к казах. Потому что, я еще раз скажу, что для первой четверти XIX века о том, что вот все казахские земли были присоединены, о том, что вот управление шло, все приказы исполнялись, там, налоги платились и так далее, и так далее, такого не было. Вот как раз этот устав, он и любопытный, именно этот устав и вводит, например, налогообложение среди казах. До этого налогообложение, как мы знаем, начиная с Абулхаира, не предполагалось, хотя там Теевкилю в инструкциях в свое время давалось, предлагалось. Если что, поговорить об этом, есть такая возможность, нет такая возможность, но... Но особо не давили. Да, совершенно верно. По уставу. Сибирские киргизы принадлежат к сословию кочевых инородцев и имеют с ними равные права. Инородцев и права. О каких правах идет речь? Именно вот в этот период, в 20-й год, при деятельности Испиранского, он вводит такое, вводит как бы разграничение. На самом деле в Российской империи к тому моменту уже довольно такая большая традиция, с одной стороны, сложилась и довольно большое количество народов различного хозяйственно-культурного типа, что называется. То есть кочевые народы, оседлые народы, были так называемые, он выделяет еще бродячие народы. Они не всегда по-английски там непонятно переводятся и намадик, то есть и кочевые, и бродячие одинаково. На самом деле в уставах, в том числе по Сибири, то, что касается одновременно, как я уже сказал, управление упорядочилось в отношении, допустим, бурятов, калмыков, ну и так далее, и так далее, то есть, точнее, сибирских в основном народов. Речь идет о том, что казахи, как кочевые народы, то есть, они, нужно понимать, что Российская империя это была сословная империя, то есть, каждый, чтобы было понятно, то есть, права принадлежали не человеку, собственно, а сословию. Если он входил в какой-то определенный слой, то он этими правами и наделялся. То есть, соответственно, если казахи причислялись, значительная часть причислялась к кочевому группе, то есть, по большому счету, можно говорить о кочевом как бы сословии условно, хотя оно так не называлось, то, соответственно, занимать определенную территорию, кочевать на определенной территории, заниматься определенным образом жизни. Деятельностью. Да, совершенно верно. То же самое в политическом смысле, то есть, здесь, как Спиранский видел, что он давал, что этот устав мог дать больше прав, но он рассматривал уже казахов строго как подданных Российской империи. Поэтому он именно в этом ракурсе рассматривал, что можно уже, если входят в сословия, то уже, значит, могут переходить в различные сословия. Там в самом уставе, он, кстати, был сторонником такого более оседлого образа жизни. И в самом уставе целая такая череда поощрительных мер к переходу в земледель. То есть, да, казахи причисляются кочевникам. Кочевникам не по факту, а еще мы говорим как юридический как бы и статус, но желательно было или была бы возможность, там даже вот заседатели, которые были в приказах, должны окружных приказах заседать, в уставе прям прописано, что они должны как бы подавать примеры, ему выделялось определенное на дело земли, они должны его в первую очередь были, самые первые должны были его возделать, чтобы показать, что вот, смотрите, что есть стационарные дома там, что вот это вот как бы определенным образом лучше. Ну, здесь и политические цели, то есть, оседло население легче управляется, потому что имущество все-таки привязано к земле, там, и так далее, и так далее. То есть, это, то есть, речь идет о, скажем так, легализации уже в рамках российского имперского сословного государства. Хорошо. По уставу, территории казахских земель среднего жуза были поделены на округа, округа на волости, волости на аулы, аулы состояли из кибиток. И здесь мы видим, что правителей округов, старших султанов, тоже предлагали, они имели право претендовать на дворянский титул, то есть, тоже какое-то сословие. Ну, совершенно верно. То есть, в том-то и дело, сейчас для нас это, кажется, может быть, сложно воспринимая, но права действительно тогда принадлежали сословиям. То есть, человек не сам по себе, даже тот же спиранский, уже, ну, в черновике, что называется, в стол, когда писал, он писал, он очень много, рука у него была, что называется, набита, вот он пока были силы, все время писал, причем с молодых ногтей он очень рано научился читать, писать, там, ну, как положено гению, скажем так. И вот он пришел, причем будучи чиновником, может быть, это отчасти послужило его опали со стороны Александра I, Александр I-то и возмущал, что вот он сидит в двух кабинетах от меня, пишет. Он говорил о том, что в России всего свободны только философы и нищие, остальные все зависимы. То есть, здесь как раз вот имелось в виду, что зависим от сословий, то есть, ты входишь в то иное, у сословий есть определенные права, конечно, ни вправо, ни влево. Если ты хочешь какие-то права и с ним обязанности получить, ты, этот лифт, как бы, открывался. Конечно, не все так просто было, но тем не менее. То есть, не личности принадлежали права. Ты, у тебя есть права и твои обязанности, не потому что ты сам по себе, а ты принадлежишь крестьянскому сословию, значит, ты вот можешь там землю возделывать, там, ну, ты обязан, там, определенный тягло нести. Если ты дворянин, то ты обязан, например, там, служить или заниматься, там, гражданской службой. Если купеческое сословие, то, опять же, торговля, ты в армию не идешь, но ты получишь, например, повышенные налоги, ну, и так далее, и так далее. Там, на самом деле, шкала была гораздо более подробная. Округа делились на внешний и внутренний. Вот. В чем была вот такая причина? Ну, вот здесь, наверное, нужно, собственно, подойти к такой наиболее явной части этих реформ. Реформ, если мы говорим, собственно, об Уставе 22-го года, она действительно, в первую очередь, конечно же, касалась административно-территориального устройства. Действительно, в историографии или в исторической литературе, в учебниках, в том числе, внешние округа, внутренние округа. Ну, на самом деле, любой, кто откроет Устав, прочитает, там довольно ясно написано, что все казацкие округа, они назывались внешними. Но там написано «прилинейные» и «пограничные». Что имеется в виду? Да, для упрощения, и действительно, прямо уже сложилось, даже специалисты пишут «внутренние округа», «внешние округа». Читайте источники. Читайте, совершенно верно, Арман Муратович. Так вот, все округа объявлялись внешними, внешними по отношению к… Дело в том, что казацкие земли, те земли, которые предлагалась административно-разделить на округа, они уже были не сами по себе в соответствии с этой реформой, а относились к Омской области, к Омскому губернатору, то есть они были внешними по отношению к тогдашней Омской области, но в рамках уже западно-сибирского генерал-губернаторства. Они разделялись, там прямо в первых пунктах указано, что были «прилинейные», то есть которые при линии находились, то есть те, которые находились ближе всего, или должны были, потому что они еще только должны были формироваться ближе всего к русской военной линии, соответственно, к городам, то есть к Петропавловску, к Комску, к Кусте-Каменогорску, ну и так далее, и так далее. А те, которые были на границе, то есть они по факту действительно они как бы внешние были, да, то есть те, которые ближе должны были формироваться, а те, которые дальше там к Коканду, что называется, ближе, или к Цинской империи ближе, они так называемые пограничные были. Ну это понятно, да, то есть они, причем там любопытно такая фраза была, что нужно стараться, чтобы при линейных было больше, а пограничных было меньше, то есть чтобы как бы не создавалась проблема, потому что пограничный округ, он сразу должен был наделяться фактически, хотели ли они того или нет, как бы такое повышенное внимание, потому что он действительно стоял уже на границе, то есть он был не просто округом внутри области или с границы области, но еще и своего рода государственные границы, эти округа, то есть при линейные или ближние округа и пограничные округа, ну или то, что принято говорить внутренние, то есть которые ближе были к российской границе и те, которые были пограничны с зарубежными государствами, например, с Китаем, либо это первое деление, округа должны были создаваться, действительно, как вы правильно сказали, то есть округа это были такие конгломерат властей, то есть округа должны были состоять из нескольких властей, тоже одно любопытное такое историографическое наблюдение, оно укоренилось, конечно, в историографии даже дошкольных учебниц, дошло о том, что в уставе написано должно быть не менее, должно быть не более, ну на самом деле в уставе пишется в том смысле, что полагается или желательно, то есть надо бы, то есть понятно, что в административном плане создать, причем даже в самом уставе прописывают, что некоторые округали, вновь какие-то волости будут объявляться, они могли спокойно присоединяться к другим округам, то есть 15-20 властей должны были в идеале, что называется, составлять один округ, да, один округ. Дальше волость распадалась на, то есть округ состоял из властей, а волости уже в свою очередь должны были состоять из так называемых аулов, но аул не в хозяйственном смысле, безусловно, иногда тоже путают, то есть и поэтому иногда недоумение, потому что вот читает ауэзова, да, то есть огромные аулы Кунанбая, да, то есть на самом деле речь идет об административных аулов, то есть это административная единица. Совершенно верно, да, административная единица, вот 10-12 административных аул, в свою очередь сам административный аул должен был состоять как 50-70 кибиток, да, хозяйств. Ну, опять-таки, откуда 50-70, вот это взялось интересно. Ну, здесь скорее всего такое, что называется, в самом уставе опять же такой более как бы желательный мотив, потому что понятно, что все-таки писали люди, которые уже на практике, в том числе огромные сибирские просторы изучали, это то, что называлось в идеале, потому что это правовой документ, и практик показал, что действительно практически ни одна норма, вот точнее пропорция, она как бы не могла, но все даже законы, когда принимаются, то есть предполагается, вот ориентируйтесь на эту сумму. Ну, здесь, видимо, был какой-то расчет, наверное, да, они считали, поделили численность населения, жуза, так можно разделить на столько-то, столько-то аулов, столько-то, столько-то властей и, в конце концов, должно было совпадать, да, с определенными расчетами? В идеале, да, то есть предполагалось, то есть эти цифры, те, на которые, ведь те уставы, которые писались, они писались для местного начальства, вот местное начальство должно как бы ориентироваться. Эта цифра, ведь тут больше как бы административный, нехозяйственный был подход. Например, если есть определенное количество, например, кибиток, вы правильно сказали, хозяйство, некоторые думают, что это буквально помещение, на самом деле это действительно хозяйство одного хозяина могло быть, грубо говоря, несколько юрт, если у них была большая семья, речь идет, безусловно, о хозяйствах. Они могли уже сформировать, опять же, там нужно было подавать прошение, что вот просим уже достаточное количество, например, кибиток есть, хотим сформировать волость. Даже вот Ауэзов описывает же, да, аул Кунамбая, там у него и юрты его жены, и бабушек, и родственников, детей. Ну, там был аул Кудары, который составлял, собственно, вот он сам, вот и все, и Кунамбая, который фактически там целый городок, можно сказать. Поэтому здесь речь идет о сугубо административном подходе, здесь не нужно как бы путать. Конечно, это свои нюансы вносило, но известны, как бы, моменты, когда, то есть, если необходимо было создать определенную волость, объединялись, потому что это несло, по крайней мере, султанам определенным преимуществом, потому что волость управлялась, здесь мы уже можем сказать, то есть до низа мы дошли, то есть низовая административная единица — это административный аул. Вносилось существенное изменение или существенно заметное, скажем так, новшество, собственно, в иерархию управленцев. То есть в самом низу, то, о чем мы сейчас говорили, административный аул, был старшина, который должен был избираться, тоже известный факт, на каждые три года он должен был избираться. Дальше следовало, то есть, с одной стороны, выборность вводилась на самом низовом уровне, но на уровне волостей в первый раз волостью управлял султан, опять же, чтобы мы не путали, потому что путаница почему-то до сих пор происходит, то есть волостной султан — это должность, а есть еще султан по рождению, как чингизит. А, ну, естественно, да. Иногда вот любопытно путаница происходит, в том числе даже в научной литературе. Здесь речь идет о султане, то есть в начале, когда только округ учреждался, его выбирали, но как только выбирали, а выбирали из чингизидов, в первую очередь, как только выбирали, именно на волостном уровне он должен был уже пожизненно и в его семейство, прямо в уставе по нисходящей линии уже такой европейский социалистический подход был применен, то есть по старшинству, если вдруг урод пресекался, там ближайшие родственнии, ну и так далее, и так далее. По наследству. Да, да, да. А уже и сам вверху, что называется, это на уровне округа. Тут любопытно, что в уставе, в принципе, две единицы прописаны. Главой называется старший султан или ага султан, мы знаем глава округа, но в том числе он выполнял фактически функции председателя окружного приказа. Ну или в тюркском варианте диван или диван, то есть персидский вариант. приказ, он председатель, плюс у него два представителя от российской стороны, которые заседали в этом приказе, и два представителя наиболее знатных старшин или представителей от Казахстана. То есть председатели и четыре помощники, главные исполнители, которые принимали вместе с ним решение. Причем должность султана, конечно, была более значимой. Даже в том же самом уставе прописано, что если вдруг члены окружного приказа проголосуют каким-то образом так, что вот султан скажет, я голосую за это, а они вот все или кто-то против, то решение не принималось, оно уже отправлялось тогда на решение областного начальства. То есть роль султана, старшего султана была значить, но тем не менее еще раз подчеркну, что все-таки это была такая больше уже административная должность. Тут нужно даже отметь, что в самом уставе четко прописано, вот султан, старший султан, волосной султан, тем более аульная старшина, там прямо пишется, это чиновники. То есть они вот превращались, вот в чем ханская власть отменилась, это понятная, как бы видимая часть. То есть вот с этого момента начинается собственно уже то, что мы в 18 веке говорили присоединение, но там оно, скажем так, формальное было, то есть объявлено только было. Здесь уже мы можем говорить, собственно, уже о проникновении самой сущности, когда казахские правители превращались фактически вот в чиновников. Ну, соответственно, это был определенный чиновничий класс, да? Ну, совершенно верно, да. С жалованием, да, со всеми вытекающими правами и обязанностями. Да, да, да. Ну, российская, как и любая империя, она была очень бюрократична, поэтому там все прописывалось. Аспирантский такой бюрократ в кубе, даже не в квадрате, а в кубе. То есть устав очень хорошо, поэтому он, в отличие от, например, параллельно, кстати, принимавшись, допустим, для, тогда называлось казахи Оренбургского ведомства, то есть было сибирское ведомство, ну, если в территориальном плане это вот северо-центральный, северо-восточный казахи среднего жуза, условно назовем это вот к Сибири относились, в административном смысле, то казахи младшего жуза вот относились к Оренбургскому правилу. Там именно в эти же годы, кстати, тоже была попытка принять нечто вроде похожего устава, причем хронологически даже в те же годы, вот в начале 20-х годов. Но если в случае с Аспирантским вот его устав фактически больше сорока лет действовал, там какие-то небольшие нюансы были внесены, но он сложил основу и сорок лет он действовал там. До принятия временных положений. Да-да-да, совершенно верно, в 60-х годах уже, когда почти все казахские земли были присоединены после известных походов, то вот у казаха младшего жуза фактически сразу только приняли этот устав, но он был очень сырой и уже и в 20-е годы, и в 30-е годы, и в 40-е годы практически постоянно, постоянно тот устав, который дополнялся. Да, эссеном был предложен, он постоянно дополнялся. Больше проработать не было, потому что здесь каждый султан был, вот почему мы говорим о том, что с этого момента начинает такая более явная интеграция казахских земель и соответственно казахской элиты в имперскую структуру, как и старшины, султаны, волосные, старшие султаны, то есть получали классные чины, там если вот то, о чем мы говорили, там трижды занимал должность старшего султана, соответственно, потомственное дворянство, плюс там сразу прописывалось целый штат, ведь на самом деле учреждение приказа, я говорил о том, что вот председатель, еще четыре помощника или соработника вместе с ним, но там на самом деле был целый штат прописан, на содержание одного приказа в соответствии с уставом больше тридцати тысяч рублей тогда предполагалось, тогда эта сумма по тем деньгам, это довольно значительная была, там и переводчики, и медицинские работники, там толмачи, канцеляристы различные, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть тоже старший султан был, если я не ошибаюсь, там 1200 рублей должен был годовое жалование получать, но если вспомним по 18 веку, цена, конечно же, изменилась, то есть девальвация тоже произошла, там получили 200 рублей, 400 рублей, ханы получали, то есть вот такие суммы были, здесь старший султан 1200 рублей, соответственно, получал, ну и так далее. хорошо, ну и собственно, такое проникновение Российской империи в глубь степи не могло не вызвать беспокойства со стороны султанов, представителей местной знати, да, вот допустим, Касым Султан, он был крайне против строительства и приказов, округов и крепостей на территории его владений. Ну, совершенно верно, то есть все не могли стать старшими султанами и властными, потому что количество было ограничено, это понятно, чингизитов, ресурсы всегда были ограничены и, скажем так, политические военные выступления непосредственно связаны с или обозначены или те, которые мы можем назвать как реакция вот на реформу, они начались, конечно же, не в двадцать втором году. Почему? То, о чем я уже тоже говорил, во-первых, сами приказы, то есть с этого момента принимается устав и по мере возможности, ведь должны быть выделены сначала эти деньги, нужно, так сказать, определить людей, посмотреть и постепенно начинается, то есть с середины двадцатых годов этот процесс постепенно начинается. Ну, вот, кто знает историю нашей столицы, то есть Молинск зарождается в 1830 году, то есть идет долгое строительство. Через восемь лет после, да? Да, да, а сам приказ, то есть когда все первые учреждения были, сам приказ уже как учреждение, сам округ открывается только в тридцать втором году, то есть спустя десять лет после, соответственно, устава. Некоторые там Баянаули, Кушмурони, там Каркаролинский и так далее, какие-то раньше, какие-то позже открывались. Ну, вот двадцатый, тридцатый год, когда начинает это строительство. И, соответственно, безусловно, вот в том же самом уставе прописано для султанов, для заседателей, которые вместе с султаном были, должны были выделяться определенные земли, соответственно. Каждый приказ ведь, приказ как учреждение имеется в виду, он же, это не просто канцелярия была. Он должен был, как в соответствии с уставом прописано, реализовывать распоряжение, ведь не только доносить информацию или собирать статистику или жалобы от казахов наверх, но и распространять и реализовывать приказы сверху вниз, ведь самое главное множество, ну, как мне видится, это все-таки вот ведение налогов. Там выдавалось, даже если мы обратим внимание на хронологи, там с момента учреждения приказа, то есть пятилетняя льгота налоги не взымались, а потом все-таки относительно небольшой, там налог собирался с котом, одна голова со ста, то есть один процент считалось по всей волости, относительно, это можно сказать, относительно небольшая сумма, но тем не менее, часть султанов оказалась, то есть на их родовых территориях. Кроме того, переход из одного округа в другой, хотя в уставе прописано, что волости округа нужно формировать из сородичей, то есть или те, которые традиционно привыкли к качеванию. Но если мы ознакомимся с ситуацией хозяйственно-экономической в Казахской степи в 18-19 столетии, то есть ситуация была регулярные джуты, то есть столкновения, стычки, они ведь не просто окружаются, то есть ресурсы они были не безграничны. И часто мы говорим о традиционных маршрутах качевания, но здесь мы должны говорить, скорее всего, о направлениях, а не маршрутах, потому что никакой гарантии не было, что тот род, который в этом году провел зимовку здесь, что он может сюда вернуться, потому что более сильный конкурент может оказаться и так далее. Поэтому все менялось, когда нередко возникала необходимость за десятки, если не за сотни километров отходить. А вот здесь уже этот устав вводил ограничения, потому что просто так, если в рамках одного округа перекачевки были более свободны, то уже переходить из одного округа в другой, не в буквальном смысле, вот сказать, самовольно я ухожу все туда, то есть здесь уже это было запрещено, то есть должна быть какая-то порядочность. Запрещение здесь было связано с уплатой налогов, то есть если уходит, значит... И налоги уходят, да? Налоги уходят, совершенно верно. Ага. Ну и, наверное, изменения вот этих направлений или маршрутов качеваний тоже определялись старшим султаном, да? Поскольку он, как главный управляющий своего округа, должен был знать, где кто кочует и куда вдруг уходит. Тот любопытный момент, если кто вот внимательно слушал или первый раз ознакомится с какими-то статьями или литературой по этому поводу, он обратит внимание о том, что вот это вот трехзвенная система, округ, волость и административный аул. Аулин старшина избирается, главный агас султан или старший султан избирается, а вот волостной султан не избирается по наследству. Вот обратите внимание, то есть центральное звено, оно наследственная власть, а здесь вот здесь республика, а здесь монархия. Почему так? Дело в том, что старший султан избирался из султанов, он избирался самими султанами. То есть здесь был такой нюанс. И с одной стороны мы говорим, что главным был, как вы сказали, старшество, он наблюдал. На самом деле большая власть была в руках, собственно, волостных султанов. Поэтому вот было очень важно, особенно на первой поре, когда эти волости формировались и самим султанам было выгодно создать волость. Почему они относительно быстро сформировались? На все, конечно, властей не напасешься, как Ласик говорил. Но почему было важно? То есть если было определенное количество аулов, кибиток сформировано, султан мог заявить о том, что вот есть такое количество, нужно бы волость создать. Давайте к этому округу. Это возможно здесь, потому что реальная власть находилась фактически в руках именно волостного султана. То есть и он уже управлял, собственно, веренной ему областью. Здесь старший султан, это было важно, это было почетно, но он все-таки в выборной была должность. Да, у него тоже были, конечно, ресурсы, он был непосредственно лицом которого ответственен за весь округ. Но вот на местах власть, в конкретной каждой волости, большая власть фактически, по факту, обладала все-таки волостной султан. Что, собственно, изменилось для простого народа? Изменения произошли, скорее всего, тоже не сразу. Здесь вот нужно исходить не столько из текста устава, а больше из истории, но тем не менее попробуем в целом те изменения, которые начиная с 20-х годов более или менее стали происходить. То есть, во-первых, интеграция, дальнейшая интеграция в общероссийский рынок в самом широком смысле. То есть это те новые возможности, ведь все-таки мы знаем, что чуть ли не с древних времен, до средней векови в том числе, главной фабрикой мира сейчас называют Китай, и тогда назывался Китай. Но вот именно 19-е столетие, 18-е, конец 18-е, особенно 19-е столетие, то есть Китай, то, о чем мы говорили, он переживает не лучшие времена и производство падает. То есть основная мануфактура, то есть простые изделия, и это уже не Средняя Азия, которые тоже среднеазиатские государства, которые там Хива или тот же Кокан, хоть он и территориально расширялся, тоже в промышленном, в экономическом плане, он менее был притягателен, допустим, для большей части казахов. То есть рынок сбыта, огромный рынок сбыта, тогда это была Российская империя. Почему? Любопытно, да, мы говорим о налогах, но налогообложение было, приняло прямо в уставе прописано натуральную форму. Налоги забираются только за голову скота, потому что и российским чиновникам выгодно было, потому что это, ну, такой, фактически Каласкин-Скотт имел, ну, такой эквивалент денег, то есть… Конвертируемые валюты. Совершенно верно, да. То есть, хотя меновые дворы, они формировались еще в XVIII веке, но и для первой четверти XIX столетия они тоже были актуальны. То есть это такой вот один из элементов. Относительно упорядочилась внешняя торговля, в которой казахи тоже принимали участие. Об этом тоже пишут, но на самом деле это тоже был, несмотря на то, что некоторые страны переживали не всегда лучшие времена, но тем не менее внешняя торговля, она, то есть, имеется в виду торговля между, допустим, теми же среднеазиатскими, как мы сейчас говорим, центральноазиатскими, тогда ханствами, или тем же Китаем, например, Кашгаром, и Российской империей, которое шло через Казахский стиль. Да, совершенно верно. Устав прописывал, что теперь на территории единственным средством платежа, денежными деньгами, то есть, которые принимаются, это российский рубль серебряный и ассигнация. Там прямо в уставе четко прописано. То есть, такая экономическая интеграция довольно серьезно произошла. В политическом смысле большая часть казахов с этого момента стала фактически реальными подданными, то есть, уже по существу. То есть, теперь, если до этого момента попытки уйти, да, они могли в Петербурге трактоваться как проявление неверно подданства, но реальных последствий, потому что ресурсов никаких в Российской империи в 18 веке, в Сибири, в отношениях фактически никаких не было, только в приграничном регионе, то теперь вот этот устав он создал со временем, не сразу, но со временем фактически, вот красные земли были включены в Российскую империю. И теперь, если там даже вот в самом уставе либо обыданная такая фраза, там прямо в красной линии такой идет, добровольность, ну как бы вот сами должны, волеизъявление вольное должно быть о создании округов, например. Но если округ создали, то есть в округ, если были включены, то уже как бы все, уходить нельзя. То есть это такая очень важная и политическая штука была, то есть теперь уже уход, например, за границу, это уже как бы преступление. Даже уход между округами, это уже административное как бы нарушение было и влекло, соответственно, это могло влечь. Очень такой, может быть, более еще и явный момент был, например, теперь преступления, которые вот могли совершаться в Казахстане, теперь частично рассматривают, не все, то есть наиболее такие серьезные, особенно политические, там восстания, выступления, неуплата налогов, они рассматривались уже теперь в окружном приказе либо в присутствии, в том числе, российских чиновников. Хотя вот традиционный суд, кстати, был легитимизирован, то есть бии тоже прописаны в этом уставе, то есть большая часть основных правонарушений разбиралась, собственно, биями. Но вот уже громкие военные дела, тот же переход, например, бегство, тяжкие преступления, они уже рассмотрелись уже в рамках как бы российско-имперского законодательства, это тоже важный момент. Но еще целый ряд моментов, ну, например, мы можем говорить, здесь, конечно, не столько забота о, собственно, казахах или имуществе казахов, но вот целая серия была прямо в уставе прописана, связанная с, например, ОСПО прививания известно, то есть в города, в тех пунктах, потом они превратились в города, сначала, конечно, это никакие небольшие города, там крепости, укрепления, ну, тот же Акмолинск, например, статус города гораздо позже был получен, но формировались такие, или начали только формироваться такие, то, чтобы мы называли фельдшерские, ну, это было бы очень-очень-очень громко сказано, но тем не менее, какие-то фельдшерские пункты, это было все в начальном зачатом состоянии, но тем не менее. Тем не менее их не было ранее. Ну, нужно отметить, причем там прописывалось, что вот вспомогательный персонал, там, по уставу в каждом округе должно быть два фельдшера, два врача присылалось, если я правильно помню, но обслуживающий персонал из местного населения, то есть это определенная практика накапливалась. Плюс там какие-то карантинные меры, ну, для животных там и так далее, и так далее, то есть вот разные-разные-разные нюансы были прописаны. Я не думаю, что вот те изменения немедленно или быстро, или вот одновременно, что общество или люди поняли, что, а, вот это вот в том году ввели, вот поэтому сейчас наиболее насущно или наиболее все-таки ярко, почему восстание Кинистры получило такую поддержку все-таки, так долго продолжалось. Ведь очень важный момент, то, что мы с вами начали вначале говорить о том, 18 век, почему, когда говорят о присоединении, в 18 веке присоединение было сугубо формальным, потому что вот два таких базовых момента, которые обозначают, собственно, факт присоединения, то есть уплата налогов и служба в армии в 18 веке не было. В 19 веке вот уплата налогов вводится. Вот это для населения, скорее всего, было наиболее таким существенным. Понятно, что, так как уплачивались со скота, то есть наиболее имущественно, проще говоря, более богатые платили, но, тем не менее, это сказывалось на всех, потому что хозяйство не было само по себе, как бы, да, то есть весь род был интегрирован, да, конечно, конечно, поэтому вот это тоже уже сказывалось, то есть вот эти новшества, они, ну, безусловно, должны были влиять. Ну, кроме того, само восстание оно внесло, то есть вот это вот, вот это вот, вот это вот как реакция на все эти преобразования, на продвижение такое, то есть до этого, почему тот же Кенесары постоянно, вот если письма его почитать, он апеллирует к эпохе своего деда Аблая, он говорит, вот давайте, как во время Аблая, да, вот на горе там Петропавловск есть где-то далеко, вот пусть там и будет, а вот в степь не надо. А здесь уже увидели, что вот там, допустим, те же казаки, которые при приказе обязаны, должны были быть по уставу, они вот уже здесь. То есть какое-то, если нарушение со стороны, со взгляда российской администрации усматривается, то здесь уже вот применение там каких-то действий происходит уже, вот оно здесь. Суд, вот уже чиновник, он не где-то там за десятки, сотни километров, а вот что называется здесь. Это такой, эти приказы, вот эти вот, они, эти населенные пункты, они, хотя они объективно как бы сыграли, ну, явно позитивно, то есть мы видим, что появились населенные пункты, да, где-то меньше, где-то больше. Стало формироваться какое-то население. Да, но тем не менее, конечно, для того населения, которое вот, особенно для элиты, которая фактически значительной части потеряла и свои ресурсы, и людские ресурсы, и материальные ресурсы, в том числе и политические ресурсы, конечно, это, ну, позитивно не могло быть воспринято. Хорошо. Ну, таким образом мы видим, что эти реформы, как всегда, как и все другие реформы, загадывались, наверное, как какие-то положительные моменты, но имели и свои некоторые отрицательные последствия. Ну, конечно, конечно. Вот основное содержание, ну, как бы реформа или принятие устава 1822 года, ну, вот то, что мы с вами сейчас обговорили, в принципе. Конечно, сам устав еще требует дальнейшего изучения, потому что он многоаспектен, но основные положения, я думаю, мы сейчас уже сказали. Ага. Большое спасибо, Николай Сергеевич. Очень интересно, я думаю, нашим зрителям это будет полезно. Пожалуйста. Пожалуйста, всегда с удовольствием. Продолжение следует...